Аж целую неделю. Благодарю за молитву и что вы поддерживали, когда я летала в Таиланд. Я была на большом мероприятии по своей работе. Там не было перевода на русский язык. Но это мне не помешало получить от Бога славу его. Поддержку его. И кое-что для вас. Я хочу поделиться своими впечатлениями. От знакомства с одним человеком. Да, я Оксану попрошу, включи, пожалуйста, фотографию. Меня просто даже мама моя спросила, а кто это за мужик в халате. И само-то видим снимка, даже майками меня попитала, какой-то зимыш в халат. Ну да, интересная такая у него одежда. И там я познакомилась с Йоси. И там ты запознаешься с Йоси. Кто-то его назвал Иов. Някой му и викал Иов. Оказывается, этот человек на три недели потерялся в джунглях Амазонки. Оказа се, че този човек се изгубил в джунглите на Амазонка за три седмици. И по его реальным событиям сняли фильм. И по неговите реальни события има фильм. И я рекомендую вам посмотреть этот фильм, он называется «Джунгли». И он выступал у нас как основной специальный гость. И он рассказал один из моментов, который был у него там в джунглях. Я не буду все рассказывать, чтобы не испортить вам впечатление от фильма. Но расскажу то, отчего у меня шли мурашки и текли слезы. Мы сейчас всей нашей большой компании проходим непростые времена. И это можно сравнить, как будто мы застряли в джунглях. Оси рассказывал, что его сначала чуть не съел гепард. Как он боролся за еду со змеей. Как у него все было тело в ранах. И тканями его тела питались всякие насекомые. И за снеговите ткани на тялото са се хранили различные насекомые. У него постоянно была борьба с выживанием. Постоянно имал борьба за уцелявание. Он не мог ходить. Не мог жал да ходи. И ему нужно было продолжать что-то делать, чтобы его нашли. И то и трябваше да продолжава нещо, че да го намерят. И в один прекрасен момент он просто сказал, Господи, забери меня. И в один прекрасен момент той просто казал, Господи, взими меня. Я не хочу больше жить. Повече не искам да живея. В моих ранах живут насекомые. Мои тирани живеят насекомые. Меня постоянно хотят съесть. Постоянно искат да ме изедат. У меня нету еды. Нямам никаква храна. И вертолет, который летает и ищет его, он его видит, но они его не видят в джунглях. И хеликоптер, който го търси, той виждат този хеликоптер, но те не го виждат. И он молился. И той се и молил. Был в полон страданиях. Бил и пылен со страдания. И когда он наутро проснулся, он увидел женщину, которой нужна была помощь. Будто бы она отбилась от своего какого-то племени. Она плакала. Боялась его. И он там как-то пытался ей объясниться. Построить с ней какую-то доверие. Он там начал ею кормить. Защищать. Он ей делал место для ночлега. Правящее место за да спи. Он ложил ее рядом с собою. Слагал я ее до себе си. И как ребенка успокаивал, укладывал спать. И като бебе я ее успокоявал и я ей слагал да спи. И так было несколько дней. И така и било около няколко дни. Пока вдруг она не исчезла. Докато из веднештя не исчезла. Точно так же, как она появилась, она исчезла. По същий начин, как то тя се появила, по същий начин исчезла. И прошло уже более 10 лет. И минали се вече повече от 10 години. Иосиф до сих пор не знает, откуда эта женщина. И он приходит к выводу, что это было его воображение. Чтобы Господь ему послал вот такого человека, которому еще хуже. И забота об этой женщине ему дала силы. Он еще несколько дней смог прожить. Именно оберегая ее. И это много чему ему пришло. Эта ситуация его научила. Что у него есть силы. И история хорошо закончилась, его нашли. И история эта приключила добре. И сейчас он летает по всему миру. Рассказывает свою историю. Рассказывает за историю таси. Но это не конец. Потому что спустя 10 лет. За что-то 10 дней, години по косну. В этих джунглях Боливии. Во втези джунгли. Во в Боливии. Оси нашел большой грант. Ну, как бы выбил, выбил, можно сказать, грант. На полтора миллиона долларов. Оси испечалил грант за... Сколько? Полтора. Полтора миллиона. Единая половина миллиона доллара. И построили большой отель. И построили гулямхотел. Где то племя, благодаря которому его нашли. Когда то племя с помощью этого намерили. Смогли открыть этот отель как бизнес. И сохранить свое племя. Успели до утворя тоже хотелку-то бизнес. Задо сохранять племя то. И он начал свою историю с того, что у него была мечта. И то и започлась в этой истории со стовачей имел мечта. Он мечтал исследовать Амазонку. То и мечтал до исследования Амазонка. Подружиться с племенем. Доси сприятелиться с племято. Выйти, жениться на дочери вождя. Доси уже... И стать там вторым человеком. Доси уже... За дочку вождя. За дочериат на вождь. Да, и стать вторым человеком. И достанет второй человек. И вот он потерялся в джунглях. То есть изгубил в джунгляте. Его нашли благодаря этому племени. И согономерили благодарение на твое племя. Он построил для них, как бы, рабочие места сделал. Построил из-за тех, хотел, чтобы им отработали места. И женился на женщине. Она, правда, израильтянка. Он, кстати, еврей. И то есть женился за една дама. Но тебя и в этой израиле. И они живут до сих пор там, прямо в племени. И те все остеи живеют во твое племя. Вот. Он реально для них стал типа там мэра. Но истинно я стал за тех, кто кмит. Да. И я хочу вас вдохновить, что когда нам... Что нам, когда очень-очень тяжело... Очень важно найти, кому еще хуже... Это придаст нам силы двигаться вперед. Спасибо вам. Благодаря ви. Давайте мы помолимся за детей. И у нас сегодня будет такое особенное служение с детьми в зале. Будем учить детей быть богословением не только на детском служении, но и взрослым.